Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу, запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Подобная проблема может возникнуть внезапно, к примеру, после обновления, установки какого-то приложения или новых драйверов. Обладатели операционной системы Windows 10 все чаще сталкиваются с данной проблемой, особенно после последнего обновления. Микрофон может не работать как во всей системе, так и в отдельной программе, к примеру, в скайпе. Далее в видео я расскажу, что делать, если ваш микрофон перестал работать, будь то после обновления операционной системы или же после внесения изменений в настройки системы самим пользователем. Первым делом убедитесь, что вы правильно его подключили. Разъем для микрофона зачастую обозначен розовым или красным цветом или соответствующим значком микрофона, а если он у вас подключен к передней панели компьютера, попробуйте переключить его на заднюю панель. После того, как убедились в том, что он действительно подключен и подключен правильно, можете приступать к следующим пунктам. Теперь нажмите правой кнопкой мыши по значку динамика на панели задач и выберите открыть параметры звука. Если вы здесь видите, что шкала микрофона двигается, значит он работает нормально, а если же он никак не реагирует, когда вы говорите в микрофон, значит с ним что-то не так. Еще в параметрах ввода попробуйте нажать устранение неполадок, затем отметьте ваше устройство и нажмите далее. Если вы видите сообщение модуль устранения неполадок не выявил проблему, идем далее. А если предоставил возможность исправить неполадку, согласитесь с этим и проверьте после этого микрофон. В этих же настройках откройте параметры устройств и громкости приложений в разделе «Другие параметры звука» и здесь убедитесь, что в качестве устройства ввода выбрано нужное или же попробуйте нажать «Сбросить» для сброса настроек по умолчанию. Если он здесь определяется и реагирует, значит проблема не в оборудовании и даже не в драйверах, а возможно в последнем апрельском обновлении, которое внесло изменения в настройки конфиденциальности. Если это действительно случилось после обновления Windows 10, посмотрите разрешен ли доступ к микрофону для приложений. В последней версии операционной системы вступили в силу новые параметры конфиденциальности, позволяющие настроить доступ к микрофону конкретным программам. Для проверки откройте «Параметры», нажав правой кнопкой мыши по меню «Пуск», затем «Конфиденциальность». Выберите здесь пункт «Микрофон» и убедитесь в том, что доступ к нему включен. В противном случае нажмите «Изменить» и включите его, переместив бегунок в положение «Включено». Затем ниже, посмотрите есть ли в списке эта программа, в которой возникли проблемы с микрофоном и тоже включите доступ, если он отключен, а если программы нет в этом списке, значит с ее доступом к микрофону все в порядке. Здесь же включите доступ для Win32 WebView Host, а если подобное случилось и с вашей камерой, включите доступ приложениями к ней в настройках камеры. После всех манипуляций проверьте работу микрофона, если ничего не изменилось, идем далее. Следующим нужно проверить настройки самих устройств записи. Первое, что нужно сделать, это убедиться, что в качестве устройства записи по умолчанию выбран именно ваш микрофон. Для этого нажмите правой кнопкой мыши по значку «Динамика» в нижнем правом углу панели задач и выберите «Звуки», а в открывшемся окне вкладку «Запись». Если ваш микрофон отображается здесь, но не указан в качестве устройства по умолчанию, нажмите по нему правой кнопкой мыши и выберите пункты «Использовать по умолчанию» и «Использовать устройство связи по умолчанию». Если вы видите микрофон в этом списке и он уже задан в качестве устройства по умолчанию, выберите его и откройте свойства. Далее на вкладке «Уровни» проверьте не отключен ли он здесь. Уровень микрофона желательно установить на отметку ближе к 100 и на вкладке «Дополнительно» попробуйте снять отметки монопольного режима, в случае если микрофон не отображается в этом списке, нажмите здесь правой кнопкой мыши и установите отметки «Показывать отключенные и отсоединенные устройства». Если микрофон появился, но не активен, кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Включить». А если же и после этих действий микрофон отказывается работать, попробуйте сделать следующее. Запустите диспетчер устройств, нажав правой кнопкой мыши по меню «Пуск». Здесь откройте раздел «Аудиовходы и аудиовыходы». Если микрофон здесь не отображается, скорее всего он отключен, подключен неправильно, неисправен или же есть проблемы с драйверами. Если микрофон отображается, но напротив него стоит восклицательный знак, нажмите по нему правой кнопкой мыши и выберите «Удалить». Затем в меню диспетчера устройств нажмите «Действие» «Обновить конфигурации оборудования». Есть вероятность, что после этого он может заработать, а в ситуации, когда микрофон здесь вообще не отображается, попробуйте переустановить драйвера звуковой карты. Откройте раздел «Звуковые и игровые видео устройства», нажмите правой кнопкой мыши по звуковой карте и выберите «Удалить». После действия «Обновить конфигурации оборудования». В результате драйвера заново установятся на ваш компьютер, и вы можете проверить работу микрофона. Если это не решило проблему, перейдите на сайт производителя материнской платы, скачайте там подходящие драйвера и установите их вручную. Как узнать производителя и обновить драйвера оборудования, смотрите в одном из видео нашего канала. Ссылку вы найдете в описании. В том случае, если у вас микрофон работает и отображается в настройках системы, но отказывается работать с определенными программами, к примеру со скайпом или какой-то другой, возможно она неправильно настроена, так как в подобных программах есть собственные настройки микрофона. И даже если вы правильно настроили микрофон в самой операционной системе, настройки могут отличаться, и устройство попросту не будет работать с этой программой. А если вы отключили это устройство и снова подключили к компьютеру, такие настройки могли сбиться. Поэтому, если микрофон не работает в конкретной из программ, откройте ее настройки и правильно настройте в нем звуковые устройства. Возможно, там достаточно будет просто указать правильный микрофон, после чего он будет работать. Чтобы настроить эти параметры в скайпе, откройте «Инструменты», «Настройки», «Настройки звука». Здесь выберите свой микрофон, установите отметку «Разрешить автоматическую настройку» и нажмите «Сохранить». После этого он должен работать. Если же это вам не помогло, скорее всего, у вас проблемы с самим микрофоном или оборудованием компьютера. Это может быть поврежденный кабель микрофона, неподключенный или неисправный разъем или другие неисправности. Проверьте работоспособность микрофона на другом компьютере. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.